Элуа Пиментайл родилась 5 апреля 1993 года в городе Масайо, Бразилия. С самого детства она мечтала стать ветеринаром. Ее мать, Анна Пиментайл, говорит, что несмотря на тяжелое финансовое положение семьи, она хотела бороться за то, чтобы ее дочь поступила в университет и получила профессию, которую она так любила. По словам Анны, она была уверена, что ее дочь будет хорошо учиться в университете, потому что она была очень прилежной девушкой. С другой стороны, ее отец Эвералду Пирейра был бывшим капралом военной полиции. В 1989 году он был обвинен в убийстве адвоката Хосе Болта в Берлине. В течение многих лет он находился в бегах, пока не был арестован в 2009 году. Вернемся в 2006. Элуа было 13 и она начала отношения с Линденбергом Алвесом, который родился в городе Патос в 1986 году. Обе семьи жили в городе Сан-Паулу и в семье девушки к ее партнеру относились как к сыну. Анна отметила, что он всегда был хорошим парнем, хотя дочь говорила ей, что он был немного собственническим. Именно по этой причине в 2008 году, когда Элуа была 15, а Линденбергу 22 года, их отношения закончились. Лучшая подруга девушки рассказала, что Элуа была инициатором расставания, и что после этого парень был в отчаянии и презирал ее. Он часто останавливался возле ее школы на своем мотоцикле, чтобы посмотреть, чем занимается девушка, а также часами слонялся по району в ее поисках. Но Элуа не хотела иметь с ним ничего общего. Линденберг все еще надеялся, что они снова будут вместе, однако девушка всегда его отвергала. Она сказала, что слишком молода и хочет сосредоточиться на учебе. А кроме того, он не тот человек, который ей нужен. 13 октября 2008 года для Элуа, ее подруги Наяры и двух других одноклассников это был совершенно спокойный день в ее доме за школьным проектом. Все друзья были очень счастливы, пока в дом не ворвался незнакомец. Как оказалось, это был 22-летний Линденберг, который пришел в дом Элуа с пистолетом. В ходе расследования выяснилось, что он купил пистолет несколькими днями ранее, и обошелся он ему примерно в 150 долларов. Линденберг отпустил двух одноклассников Элуа и остался с ней и ее подругой Наярой в квартире. Следующие несколько часов для девушек были настоящим адом. Парень хотел, чтобы Элуа была рядом с ним, несмотря ни на что. Он был слишком ее одержим. Девушки громко кричали и звали на помощь, поэтому соседи вызвали полицию. И вскоре место происшествия заполонили вертолеты и фургоны СМИ. Каждый хотел разместить свои камеры в наилучшем положении, чтобы транслировать все, что происходило в этом месте. В первый день захвата офицеры занимались тем, что успокаивали разъяренного Линденберга. Они связывались с ним по телефону, и он сказал девочкам заткнуться, так как их крики и плач мешали ему разговаривать. Согласно истории Наяры, парень постоянно говорил Элуа, что хочет быть с ней и что они должны снова стать парой. Также она рассказала, что Линденберг был очень рассержен из-за давления со стороны полиции и СМИ. И весь свой гнев он вымещал на девушек, хватая их за волосы и всячески издеваясь. Это дело получило широкую огласку в СМИ. Оно освещалось всеми национальными и даже международными каналами. Офицеры пытались всеми способами договориться с Линденбергом и спросили его, какова причина похищения. Он ответил, что хочет убить Элуа, потому что она не хочет возобновлять с ним отношения. Кроме того, он предупредил полицию, что если кто-то попытается войти в квартиру или если они попытаются каким-либо образом схватить его, он собирается убить двух девушек и после этого совершить самоубийство. В деле Элуа было много противоречивых мер, которые, когда все факты были установлены, также попали в заголовки газет. А поведение офицеров в то время подверглось серьезной критике. Первым из них было то, что Линденберг разговаривал с тележурналистом, который брал у него интервью по телефону в прямом эфире. Это не очень понравилось обществу, так как они увидели, что все превращается в медийный цирк. 14 октября в 22.50 Линденберг освободил Найару. Все журналисты освещали ее освобождение и снимали испуганное лицо девушки, когда она покидала квартиру, в которой все еще была заперта ее подруга. Элуа периодически высовывалась из окна, чтобы показать, что она жива и здорова, и несмотря на условия, в которых она находилась, девушка просила не волноваться. Хотя казалось, что дела идут лучше, потому что Найара уже была освобождена, вскоре все вышло из-под контроля 15 октября. Линденберг сказал, что освободит Элуа, а затем сдастся сам, но только если в квартиру вернется Найара. По телефону подруга Элуа, которой тоже было 15, спросила ее, выполнит ли парень свое обещание и доверяет ли она ему. На что девушка очень спокойно ответила «да». Идея полиции заключалась в том, чтобы Найара лично договорилась с Линденбергом, и они втроем вместе покинули квартиру. Через несколько часов после этого на место происшествия прибыл адвокат, который хотел, чтобы полиция подписала бумагу о том, что Линденберг не будет убит, пока не попытаются освободить заложников. Полиция подписала эти документы, и Элуа с помощью веревки подняла их наверх и отдала парню, чтобы он их прочитал. Найара, которая уже находилась в квартире, также присутствовала при этом чтение, но полиции пришлось ждать еще несколько часов, пока он не подавал новых признаков жизни. Но все вышло из-под контроля, потому что Линденберг не хотел выходить с Найарой и Элуа. Наконец, в пятницу после четырех дней похищения, ситуация разрешилась. Офицеры рассказали, что услышали выстрел из квартиры и очень испугались за заложников, которые, очевидно, не могли защитить себя от этого человека. Поэтому несколько офицеров ворвались внутрь. Они вступили в драку с Линденбергом, и в какой-то момент он произвел несколько выстрелов в сторону девушек. Элуа была ранена дважды. Одна пуля попала ей в голову, а другая в ногу. После этого властям удалось усмирить парня и взять его под стражу. А девушки тем временем были доставлены в больницу. Найара не получила серьезных травм и в тот же день вернулась к своим родителям. Но Элуа все еще была в опасности. Ее ввели в медикаментозную кому, врачи сказали ее родственникам, что они должны ожидать худшего. В субботу, 18 октября в 23.30 пришло страшное известие. Элуа скончалась от огнестрельного ранения в голову. Причиной смерти было повреждение мозга. Когда общество узнало о смерти девушки, много критики было направлено на саму полицию. И много было сказано о том, как они вели дело с точки зрения переговоров, которые были очень плохими. Семья Элуа была опустошена. Ее мать заявила СМИ, что смерть ее дочери была вызвана неправильным поведением полиции при попытке освободить заложников. И сказала, что хотя Линденберг находится под стражей, это не принесет ей покоя, потому что он не вернет ее дочь. Она также сказала, что молодой человек должен попросить прощения у Бога. И что только Элуа может простить и снять с него чувство вины, которое он будет испытывать всю жизнь. В течение следующих нескольких месяцев и даже лет СМИ также получили свою долю критики. Документальный фильм «Кто убил Элуа», выпущенный в 2015 году, поднимает вопрос о доле вины журналистов смерти молодой девушки. И по мнению экспертов, бразильские СМИ отнеслись к этому делу как к фильму, который казался скорее развлечением, чем реальным расследованием. В то время, как все это происходило, были люди, которым казалась небезразлична судьба Линденберга. 27 октября 2008 года Государственный совет по защите прав человека подал жалобу с требованием провести расследование по факту необоснованного нападения на Линденберга во время операции по спасению двух заложников. В качестве отступления в случае с Элуа мы должны вспомнить, что вначале мы сказали, что ее отец убил человека и был в бегах в течение многих лет. В ходе расследования этого преступления удалось узнать правду о ее отце, которого зовут Ивералду Перейра. Но он пользовался фальшивыми документами под именем Альдо Хосе Досия. Полиция узнала о нем после того, как он был снят на камеру в тот день, когда его дочь была убита. В течение нескольких месяцев мужчина оставался в бегах. Его также обвиняли в том, что он входил в группу убийц, действовавшую в 90-х годах в Бразилии и состоявшую исключительно из сотрудников военной полиции. Еще было известно, что он был виновен в убийстве делегата гражданской полиции штата Алагоос Рикардо Лесса. И, наконец, 28 декабря 2009 года полиция арестовала Ивералду. Впоследствии он отбыл одну шестую часть срока наказания. Из-за хорошее поведение и работу во время пребывания в тюрьме ему было предоставлено право на полуоткрытый период, который был предоставлен в городе Сан-Паулу, где проживали все его родственники, включая мать, братьев и сестер. Суд над Линденбергом состоялся в 2012 году и длился в общей сложности четыре дня с 13 по 16 февраля. Он был признан виновным в 12 преступлениях, одном убийстве, двух покушениях на убийство, пяти случаях частного лишения свободы и четырех случаях стрельбы из огнестрельного оружия. После того, как Линденбергу был вынесен обвинительный приговор, судья сказал ему, что он должен провести 98 лет в тюрьме за все преступления. Его защита обжаловала этот приговор, заявив, что присяжные были запутаны всем тем, что они видели в СМИ. Они просили сократить этот срок до 39 лет лишения свободы и в конце концов это было принято. Линденберг был отправлен в тюрьму строгого режима, где отбывают наказание только убийцы, насильники и другие заключенные, совершившие жестокие преступления. Это дело снова попало в заголовки газеты в 2020 году, поскольку Анна Пиментел заявила СМИ, что убийца ее дочери стремился извлечь выгоду из полуоткрытого режима, который был ему предоставлен. Женщина сказала, что она ожидала этого, потому что для нее правосудие в Бразилии несовершенно. Мы должны также отметить, что семья Элуа решила, что пожертвует все ее органы в день убийства. Она была молодой и очень здоровой девушкой, и ее органы помогли многим людям жить. Но, к сожалению, в 2021 году семья получила еще одно печальное известие. Женщина, получившая сердце Элуа, умерла от коронавируса. Эту женщину звали Августа Хост, ей был 51 год, когда она скончалась. Анна сказала, что ей было очень грустно, и она оплакивала ее смерть. Женщина также добавила, что через день после смерти Августа у Элуа был 28-й день рождения. И то, что сердце ее дочери билось в теле другого человека, было утешением и мыслью, что она еще жива. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся!